Зеленский Зеленский Лидер президентской гонки Юлия Тимошенко взяла под защиту журналистов после того, как съемочные группы программы «Стоп коррупция» на одном из телеканалов избили. Я понимаю, что защита журналистов умный предвыборный ход, но в то же время никто из других кандидатов на проблему со свободой слова на Украине и преследование журналистов вообще не обращает никакого внимания. С точки зрения организационной работы, она была непревзойденной приемой. Она и отвечала вовремя на все запросы, и реагировала на все вопросы. Был в древнегреческой мифологии такой царь Мидас. Чего не коснется, все превращается в золото. У Порошенко наоборот. Чего Порошенко в государстве не коснется, все рушится. Сам тем временем продолжает пить. Украинские аналитики уже серьезно обсуждают, куда сбежит нынешний президент после поражения на выборах. Помощникам Порошенко пришлось давать объяснение о пристрастии своего шефа к алкоголю. Порошенко превратился в президента войны. Войны, которая продолжается до сих пор. С сожалению, вынуждено сказать, с сожалению, там, где президент Порошенко, там пахнет порохом. Порохом брата убийственной войны. Порошенко будет выезжать на теме войны и веры. Тимошенко его дублировать, но осторожнее с Россией. Зеленский – это шоу. Юрий Бойко ориентирован на восток и честные выборы. Оппозиционному кандидату Бойко, который выступает за нормализацию отношений с Россией. Вероятно, именно поэтому Верховной Раде развернули целую кампанию по раздроблению оппозиционного блока. Он, напомню, экс-министр обороны, он обучался в Соединенных Штатах Америки. То есть он то, что называется лицо коллаборанта США в Украине. И американцы однозначно будут его поддерживать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!